настало время узнать легенду о франте джеки в игре скоби-дум и таинственные дела делим нашим фурдор фургончики на дело хорошо что там случилось на этот раз и ребята смотрите на двоюродного брата шейги в городе сорга напал призрак и так мало показывают так быстро отбирают руку шуя не успеваю разобраться что происходит на этих фотках постойте к вы это видели это что шейги похоже мы столкнулись новой тайной то есть кто-то вас подставляет что ли типа он шаги и это же бадди джейм он здесь клип снимает кто кто ты что не знаешь по диджейм он же звезда интернета до сайта это вам раньше подобная слава точно не светит но и цвета да кому такое вообще голову пришло ну на эти кролики и кони путешествую с нами на каждое дело как будто мы с собой 8 или они за нами следом ходят бродит скала бродит так нам нужен черпак фонарь ведром черпак и фонарик еще и же фонарик вот он это был нескольким бродит же его команда наверняка здорово разбираются в костюмах и гриме может они стоят за нашим призраком у вас уже смартфоны есть но фотки все равно черно-белые удивительным в каком же вы времени обитаете в этом музее наверняка есть информация о франции джеки татьяна сайте новая улика черная кобра черпак и помада где же я вижу черпак осталась помада вижу ничего не понимаю такое чувство что у меня все боятся я не призрак призрак надо снова какой-то мужик типа намазался светящейся краской и переоделся что статья на этом сайте представляете она кому-то даже нравится время мозаик наступило время мозаик призрак 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 а он все еще голоден пятый шаг пятый уровень пулика ура кастрюля зайчик и лошадь связка ключей сандырки кофейник удочка пошли скуб это открытка о чем-то мне напоминает цвета цвета тут черные и белые только слопать вкусностями не меньше 15 но и после страшилок а призрак от есть охота надо будет не дать им съесть то что не нужно мне кажется понял надо до конца вести ну всякую грязь тогда она смахивается давай проведи пальцем по трекам чтобы узнать что у них я честное слово провожу пальцем но почему то грязные вещи не всегда откликаются на мои жесты по экрану в этом сложность но все же мы прошли шестой уровень и хорошо что и и Новая улика, похоже на блюдце со льдом. Это ни на что не влияет, но все же закончить уровень с тремя звездами приятнее, чем с одной. Итак, продолжим. Улика, вот как сделали зеленое пламя для призрака. Призраки в этой игре и вообще во вселенной Скуби-Ду призраки все фальшивые. А-а-а, говорит Дауфнер. Призрак, скорее прячемся. А все-таки они в него немножко верят, да? Нашел новую лику, говорит. А-а-а, тут еще была шляпа ковбоя, как условие. Я ее чуть не замечал, и ладно. Интересно, что она умела этих продюсеров. А мне интересно, почему у тебя до сих пор черно-белые фотки. Тем более полароидные. В то время как вы пользуетесь смартфонами вовсю. И планшетами. Преступник звонит. Даже не смс-ится. Слон не выйдет. Эй, чего? То есть зло не умрет. А, ясно. То есть, как вы поняли, да, это автокоррекция, да? Призраку помешала выразить ясно свою мысль. Так, свечащийся порошок, что уже само по себе подозрительно в такой ситуации. Вот он. Я так и думал, что это будет улика. Паук. Гамбургер. Каноэ. Теперь еще зонтик. Шляпка. Кость и ножка. Не вижу ни того, ни другого. А, вижу ложку. А вот и кость. Хорошо. Мы нашли кость в год собаки. Сейчас же год собаки. Даже никто не прокомментировал нашу удивительную находку. Так, ну, в прошлый раз этот уровень было несложно пройти. Шегги и призрак справа. Здесь, а. Франц-Джек тоже там же. Судя по сложности, эта игрушка реально для самых-самых маленьких. Дафна справа, посередине. Джек слева. И Вилма тоже слева снизу. Вилма здесь. Дафна там. Джек здесь. Вместе с Милмой. Вилма справа. И Шегги там же. Но только повыше. А этот парень в белом тоже справа, но сверху. Единственный, кто слева, это Франц-Джек. Фрэд сверху справа. Франц-Джек тут, а. Ой. А вот это я не помню. То ли посередине, то ли справа. Ну, вроде здесь. Я угадал? Нет, не угадал. Ай-яй-яй. Всего одну звезду. Да, не получил. Ну, ладно. Ничего страшного. Так, лампочка. Новая улика. Лошадка. Снова Франц-Джек. Бурогозит. Так. Граммофон. Да. Вантус. Кость с бинокрами. Где же тут книга? А, вижу. Правда. Ультра-фиолетовая лампа. Вот благодаря чему нам видны послания Франц-Джекам. Послания. И послания еще. Снова надо было шляпу колбоя одеть. Но я забил на это, да? Ребята, помогайте ко мне поймать призрака. Если, конечно, он нас сам раньше не поймает. Я же думал, я на сейф нажал. Так, перо. Кола. Миска. Коль. Кегля. Граммофон. Сова. 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 Вот она. Курица. Курица. Черепа. Блинчики. Шляпа ковбоя. Блин. А, вижу. Шляпу и бенечки. Все, получилось. Ну, шляпу я забыл. Это да. Может, давайте сейчас ее попробую. О, как ему весело. И то хорошо. Вот она, шляпа. 200 косточек стоит она. Надо было раньше ее одеть. Вот, держи. Теперь мы будем с фонариком. Это будет посложнее. Кролик, полотенце, костер, торт, чашка. Так. Не вижу ничего. А, вот пирог. То хорошо. Костер. Кубок апельсин. Вижу апельсин. Да, не успел я. Ну, ладно. В отведенное время. Не все уровни тут одинаковые сложности. Некоторые несколько сложнее. Не то, чтобы их вообще можно не пройти, но... Просто не на три звезды будет. Нам нужна мышка. Вот она. Кролик и полотенце. Миска. Вот она, миска. Чашка, полотенце, кролик. Вот. Чашка, вот кролик. Осталось только полотенце. Я давно его ищу. Но все никак. А, нашел. Он же здесь. Как я мог его упустить? Давайте собирать ловушку. Ну, будем ее собирать, видимо, через уровень. А, нет. Прямо сейчас будем. Так. Запомни схемы и построи ловушку. Так. Вот у нас всего четыре позиции. Кажется, даже меньше, чем обычно. Нет, пять. Одно закрывал этот Фред. Своей спиной. Ага. Слева сеть. Справа ловушка. Кубок. Кофейник сверху. Видите, я на этот раз даже без подсказок. И так все запомнил. Бабах. Как-то. Ну, сейчас будем стягивать с него голову. И вообще можно просто с самого начала последним пунктом заниматься. Я хочу сказать, просто не надо все эти расследования проводить. Просто надо взять и построить эту ловушку с самого начала. Заманить туда, заманить туда преступника и стянуть с него голову. А то искать все эти улики. Зачем? Все равно единственное, что нужно, это, ну, стянуть голову, там, стянуть маску с преступников. Узнать, что тот или иной призрак не настоящий. То есть, что им мешало сделать это с самого начала? Кайл, рабочий сранча Тони. Угу. Ты хотел спугнуть Тони и выкупить ее землю за копейки. И мне все бы сошло с рук, если бы не вы назойливая мелочь. Неужели кто-то так делает? Ничего, смартфон фотоет черно-белым. Или она, это, фильтр, светофильтр такой применила. Ну вот, еще одно, одно дело завершено. Ладно, смотрите, тут всего шесть звездочек. И почему-то написано просмотр. У других уровней не написано просмотр. Да? Ну, давайте попробуем. Не будем до завтра откладывать. Или до потом. Тут Бэтмен, видимо, появится, да? Я угадал. Что такое? Ребята, смотрите, нам пришло письмо о марионетках-воришках. Так, марионетки-воришки. Все ведет к марионетке кукольному театру кукловода. Говорят, там водятся привидения. Возьмемся за дело. Ну, давайте попробуем. Видимо, тут будет только два начальных уровня. А потом, видите, скоро появятся новые тайны. Я сильно сомневаюсь в этом. Ну, да ладно. Ищите в интернете и на DVD. Скуби-Ду вместе с Бэтменом. Храбрый и благородный. Ладненько, начнем. Марионетки сами по себе страшные. А марионетки-призраки еще страшнее. Да ладно тебе, призраков не существует. Пошли, ребята, мы раскроем эту тайну. Лошадка снова за ними прискакала. Косточка. Бетаранг. Ух ты. Новая улика. Наш преступник Бэтмен. Я ждю. Так, какой огромный микрофон. Ботинок, Вантус. Лист, кеглян. Вот она. Книга, арбуз и ящерица. Готово. Мы нашли Бетаранг. Это что, Бетаранг? Что он тут делает? Так, это не важно. Это не важно. Серьезно, мы теперь специалисты по тайным Готэм-Сити? Вы доказали, что достойны стать членами лучшей детективной организации. Вы прошли тест. То есть, Лиги Справедливости, что ли? Я прошел тест. Так я же даже не готовился. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Так, нераскрытое дело. С печатью Бетмена. Сардельки. Граммофон. Котково. Кот-дог, помидор, замок, пончик, полотенце, кролик, блинчики, сэр. А где же блинчики? А, вот они. Что же нам теперь скажут? Покажут. Ищите вот так. Это реклама. Все, конец. Видео. Это больше не будет. Тут написано, что скоро появятся новые тайны. Но то же самое не писали в игре. Зверополис расследования Хоббс. То же самое не писали в игре. Черный список Лагалар. Если честно, я не очень сильно доверяю таким обещаниям. Но что можно было бы пройти, мы прошли. Спасибо за просмотр, дорогие друзья. До свидания.